Подзаголовок. Сватовство Боруха и Ривки. Больше трех с половиной лет прошло, пока не был обнаружен Борух. Он появился вдруг в Витебске. Там он повидался со своей сестрой и ее мужем. Он разыскал также своего дядю, рабика Диша, и тетю Фрейду. Они уже знали, что земледелец раби Авром из-под Леозна ищет Боруха, желая сосватать его со своей дочерью Ривкой. К великому удивлению двор Илеи, Борух, который держался все время отчужденно, заявил, что целиком полагается на нее и на тетю Фрейду. Пусть сами убедятся, насколько это сватовство ему подходит. Двор Илея почувствовала большую ответственность о судьбу брата. Теперь она должна была заменить Боруху отца и мать. Вместе с тетей Фрейдой двор Илея предприняла путешествие в Леозна, а оттуда заехала к рабе Аврому, жившему за городом, где он имел свои поля. Двор Илея хотела поближе узнать семью раби Аврома. Главное – познакомиться с Ривкой и проверить, достойна ли она быть ее невесткой. Двор Илея сразу убедилась, что Ривка – действительно подходящая пара для Боруха. Она была, правда, простой девушкой, малообразованной, но зато с золотым сердцем. Раби Авром относился к тем ученым людям, которые считали, что женщин не следует обучать Торе. Двор Илея – это было несколько чуждо. Ее мать была очень ученой женщиной, и именно у нее она научилась «черным точечком» в кавычках. С тех пор, как она вышла замуж за Илуя из «черей», она ежедневно учила свой урок. Ее муж учил с ней гмору и пасеков. В течение нескольких лет Двор Илея стала настоящей ученой. И все же она оценила в Ривке ее скромность. То, чего не хватало ей в знаниях, она в полной мере восполняла добрыми душевными качествами. Особенно понравилась Ривка Двор Илея, когда призналась, что, несмотря на отрицательное отношение отца к этому вопросу, она все же очень хотела бы уметь смотреть в книгу и даже изучать гмору. Двор Илея обещала ей свою помощь в приобретении знаний в области еврейских наук и тут же начала заниматься с нею, готовя ее к тому, чтобы она в дальнейшем могла продолжать учебу сама, без посторонней помощи. Двор Илея, как и тетя Фрейда, дала свое согласие на это сватовство. Она пожелала, чтобы помолвка состоялась в Витебске, в ее доме. Для этой цели Раби Аврому, его жене и дочери Ривке следовало совершить путешествие в Витебск. Раби Авром и его семья согласились. Борх принял мнение сестры и тети, но настоял, чтобы свадьба была сыграна не так скоро. Он хотел еще один год иметь возможность странствовать и найти то, чего его сердце так жаждало, истинный путь служения Создателю. Поэтому он пожелал, чтобы помолвка состоялась без задержки, сразу же, с тем, чтобы поскорее оставить Витебск и продолжить свои странствия. На время отсутствия жениха Ривка осталась у ее будущей заловки Двор Илеи и усердно занималась с нею, осуществляя свое потаенное желание стать образованной. Поскольку Боруха здесь не было, не могло быть и речи о более близком знакомстве с ним. Но Раби Авром имел уже, по-видимому, должное представление о своем будущем зяте. Он целиком верил в его способности и праведность. Борух же, со своей стороны, еще очень мало знал своего будущего тестя, а также свою невесту. С другой стороны, муж Двор Илеи, Илуй Ищереи, имел возможность узнать от Раби Аврома о его родословной и о том, что он собой представляет. Раби Авром открылся ему целиком. Он оказался человеком, который объединил в себе Тору и Труд. Будучи крупным ученым и цадиком, он хотел жить только собственным трудом и занялся земледелием. Свою работу он любил. Он чувствовал, что таким образом буквально выполняет стих «В поте лица твоего есть будешь хлеб». Берешит 3.19 Раби Авром происходил из почтенной семьи. Он был четвертым поколением от Гаона Раби Аврома Хаема, автора книг Торад Хаим и Цон Кадашим. Отцом Раби Аврома был Раби Нафтали Ирц из семьи автора книги Бехор Шор, который в XIV веке перекочевал из Моравии в Польшу. Раби Нафтали Ирц, ставший прямо из Ешивы зятем большого богача в Полоцке, находился сорок лет на иждивении тестя и все время изучал Тору. Единственным его горем было то, что у него были одни только дочери, сына же Бог ему не дал. Когда ему исполнилось 78, он женился вторично, и от этого брака родился сын Авром, который к 13 годам осиротел. По предсмертному указанию отца он с матерью перебрался жить в Бешенковичи и там изучал Тору у друга отца Раби Аврома Зеева, большого ученого. Его мать, вдова, открыла лавку и этим жила. Поскольку она была еще молодой женщиной, она опять вышла замуж за Рош Ешиву. От этого брака у нее родились сын и дочь. Сын стал впоследствии знаменитым раввином, а дочь вышла замуж за Гаона Арье Лейба, который учился вместе с Илуем из Сельца, приобретшим впоследствии мировую известность под именем Гаона из Вильно. Однако, если благодаря мужу своей сестры он имел, так сказать, связь с виленским Гаоном, он в то же время знал также об алшемах различных времен, последовательно становившихся руководителями тогдашних нистров, которые подготовили путь к хасидизму. Таким образом, Раби Авром мог многое рассказать о Гаонах и Цадиках, как прежних поколений, так и современных ему. Рассказы Раби Аврома, будущего тестя Боруха, очень заинтересовали Раби Йосефа Ицхока. Раби Авром рассказал ему, например, о посещении Пинска, тогдашним Балшемом из Вормса, основателем группы каббалистов и нистров. Раби Авром. Раби Авром. Раби Авром. Продолжение следует...